Субтитры подогнал «Симон» На пороге 60-х годов прошлого века в противостоянии двух ядерных супердержав Советского Союза и США наметился перевес в сторону американцев. В дополнение к самолетам с атомными бомбами и межконтинентальным баллистическим ракетам в шахтных установках в состав стратегических сил вошли атомные подводные лодки с баллистическими ракетами на борту. Дальность полета ракет составляла 2000 километров. Это позволяло обстреливать всю западную часть СССР из акватории Северного, Норвежского и Баренцева морей. В Советском Союзе заранее знали о строительстве американцами атомного подводного флота. Поэтому было принято решение о постройке 12 противолодочных крейсеров проекта «Кондор» и разработке палубного вертолета, ставшего основным оружием этих кораблей. Вертолет в дальнейшем получил обозначение К-25. Вертолет, как средство борьбы с подводными лодками, был выбран по нескольким соображениям. Прежде всего, по скорости хода субмарины стали превосходить надводные противолодочные крейсы. При этом атомные подводные лодки издавали мало шума. Обнаружить их можно было с расстояния не больше 40 километров. В то время как надводные противолодочные корабли обнаруживались подлодками на расстоянии в 200-300 километров. Вертолеты по своей скорости существенно превосходили даже самые быстрые подводные лодки. Да и обнаружить винтокрылую машину субмарина практически не могла. Вертолет же в режиме весенний мог прослушать океан с помощью специальных зондов, опускаемых в воду. Вторая задача, которая стояла перед перспективным корабельным вертолетом, обнаружение надводных целей и наведение крылатых ракет. Перспективный вертолет на борту обещал решение и ряда других задач. Разведки, связи, транспортировки грузов, поисково-спасательных операций, адмиральского такси и так далее. Согласно техническому заданию, вертолет должен был иметь небольшие размеры, складывающиеся лопасти несущих винтов и обладать возможностью взлета и посадки на палубу во время движения корабля. Разработку нового корабельного вертолета Министерство обороны поручило КБ Камова. На счету конструкторского бюро уже были две подобные разработки — К-10 и К-15. Новый вертолет, как и предыдущие машины КБ, строился по соосной схеме. Эта схема, несмотря на сложности в производстве, имела ряд преимуществ перед классической. Прежде всего, минимальные размеры машины и лучшая устойчивость на взлете и посадке. На вертолете предстояло разместить современный многофункциональный комплекс, аналогов которому в то время не существовало. Элементы комплекса были достаточно громоздкие. Для размещения всего бортового оборудования потребовалось бы существенное увеличение размеров и массы вертолета. А это противоречило требованиям военного заказчика к габаритам аппарата. Разработчики смогли найти удачный выход. Решено было создать два вертолета с максимальной взлетной массой 7 тысяч килограммов каждый. Один из них, К-25ПЛ, оснащался средствами обнаружения и поражения подводных лодок. Другой, К-25С, выполнял функции разведки и цели указания. Оба варианта имели практически одинаковую конструкцию и отличались лишь составом бортового оборудования. Различный спектр боевых задач решался за счет определенного сочетания в группировке этих вертолетов. В 60-м году был построен первый опытный образец. В мае следующего года летчик-испытатель Ефремов впервые оторвал вертолет от земли. А уже через 4 месяца новая разработка Камовского КБ демонстрировалась на воздушном параде в Тушино. Чтобы усилить впечатление от возможности боевой машины, на ее борта навесили муляжи ракет. Испытания опытной серии проводились на морских базах и боевых кораблях. При этом доводка опытной машины затянулась на долгие 10 лет. В результате вертолет был принят на вооружение в декабре 1971 года под названием К-25. Корабельный противолодочный вертолет К-25. Длина 9,7 метра. Диаметр несущего винта 15,7 метра. Максимальная взлетная масса 7,5 тонн. Силовая установка два двигателя ГТД-3 мощностью 900 лошадиных сил каждый. Максимальная скорость 220 километров в час. Дальность действия 400 километров. Экипаж 2 человека. Масса боевой нагрузки 1100 килограммов. Пилотажно-навигационное оборудование, которым оснащался К-25, позволяло выполнять полеты в сложных метеоусловиях днем и ночью. Автопилот обеспечивал управление вертолетом при полете по заданной траектории и в режиме весенний. На случай посадки на воду вертолет оборудовался баланетами. Баланеты за 3-4 секунды заполнялись воздухом, позволяя К-25 выполнять спасательные задачи непосредственно с поверхности воды. Вертолетные эскадрильи по 16 машин в каждой находились на борту противолодочных крейсеров группового базирования Москва и Ленинград. Работа в группе заметно повышала эффективность поиска и уничтожения подводных лодок. Позже на вооружении был принят новый тип кораблей авианесущий крейсер. Первым таким кораблем стал Киев. На его борту находились эскадрилья самолетов вертикального взлета и посадки Як-38, эскадрилья противолодочных вертолетов Ка-25ПЛ и два вертолета спасательной службы. Во время похода вертолеты базировались со сложенными лопастями на нижней палубе. Перед вылетом на задание Ка-25 специальным лифтом поднимался на верхнюю палубу и принимал полетную конфигурацию. Поиск, слежение и поражение подводных лодок осуществлялись поисково-прицельной системой «Байкал». Поисково-ударная группа вертолетов приступила к обследованию района вертолетными гидроакустическими станциями. Обнаружена подводная лодка противника. Беллинг 30 градусов. Дистанция 6 километров. В случае обнаружения подводной лодки или надводной цели их координаты передавались на корабль, береговую базу и на все вертолеты группы. Командир этой группы принимал решение на атаку подводной лодки с того вертолета, который находился в наиболее выгодной позиции. Эксплуатировался Ка-25 и на кораблях с одиночным базированием вертолетов. В основном как разведчик и целеуказатель для наведения крылатых ракет. Применялся вертолет Ка-25 и в качестве воздушной поддержки во время высадки морских десантов. На базе Ка-25 было разработано множество модификаций. Одна из них, получившая обозначение Ка-25К, предназначалась для перевозки грузов. Вертолет-кран мог нести на внешние подвески до двух тонн грузов. Благодаря удачной схеме управления грузы точно укладывались в заданное место. Разработка с успехом демонстрировалась на авиасалоне в Париже. Но аэрофлот вертолетом не заинтересовался и в серию машина не пошла. За время своей более чем полувековой эксплуатации вертолету Ка-25 и его модификациям приходилось решать множество различных задач. Вот, например, Ка-25 обнаруживает место приводнения возвращаемой части космического аппарата. Во время учебных пусков баллистических ракет Ка-25 применялся для определения точности поражения цели. Базируясь на ледоколе, вертолет использовался для ледовой разведки и навигации кораблей. В 1974 году в качестве минного тральщика Ка-25 принимал участие в разминировании Суэцкого канала. Вертолет провел множество спасательных операций. На счету Ка-25 сотни спасенных моряков. Ка-25 нравился летчикам легкостью пилотирования, маневренностью, комфортностью, богатым приборным оборудованием. А моряки шутку называли вертолет своими глазами. Ка-25 стал этапной машиной в отечественном вертолетостроении. Это был первый боевой палубный вертолет, под который создавались новые классы кораблей и который позволял решать целый ряд военно-морских задач глобального характера. И что немаловажно, он проложил дорогу другим, более современным вертолетам Ка-27 и Ка-29. Ка-29 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 Продолжение следует...